Роковая история Харатьяна заставила ахнуть на рот. Актер не скрывает прошлой ошибки. Дмитрий Харатьян пришел в студию программы Киры Прошутинской «Он и она». В ходе интервью Харатьян поразил своими откровениями, когда ведущая спросила Дмитрия о ДТП, в которое он неоднократно попадал. Артист признался в пагубном пристрастии. Я бросил пить и уже 15 лет не пью. Все закономерно, все не случайно. Это были звонки, все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности, неопытности как водителя. Остальные все разы я был в алкогольном опьянении. Честно, сказал Харатьян. По словам артиста, в 37 лет у него случилась жуткая депрессия, затянувшаяся на полтора года, мне ничего не помогало. Я тогда еще к врачам не обращался, хотя зря. Надо обращаться на самом деле к психотерапевтам. Не надо этого стесняться, это уже тоже опыт, отметил он. Чувство, которое испытывал в тот год, Харатьян помнит до сих пор. Я не хотел просыпаться, я понимал, что утро, и я опять закрывался одеялом и говорил, я не хочу, не хочу в эту жизнь. Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть, это полное отрешение от внешнего мира, поделился актер. Спасал Харатьян от трагедии по его признанию инстинкт самосохранения. Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил, рассказал он. Свою зависимость Дмитрий не скрывает, так как считает, что его пример может вдохновить кого-то. Побороть свою зависимость и жить дальше без алкоголя. Его пример другим наука, я говорю о себе, но понимаю, что это может кому-то помочь. Это беда, по большому счету, алкоголь, наркотики. Это страшная беда, приводящая к смерти человека и к большим проблемам его близких. А может и к смерти, отметил Харатьян. Артист сумел побороть алкогольную зависимость, что считает большой удачей. Мне просто повезло, серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краскова, который просто себе сказал, а я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит все. И он достаточно рано и ушел, но он честно говорил, я пьющий алкоголик, на рассказал Дмитрий. В какой-то момент Вера помогла Харатьяну, он нашел своего человека. Это произошло на похоронах Марины Левтовой. Когда ее отпевали, этот батюшка, которого уже нет, отец Борис, он служил на Ваганьковском кладбище. Он настолько лично это переживал. Когда он читал молитвы, он все время так тяжело вздыхал. Он как бы передавал наши отношения к утраченному нами близкому человеку. Это даже не передать словами. Такое глубокое соучастие и сострадание. Я и раньше верил, но вот тут произошло что-то очень важное, видимо, для меня, признался Харатьян Парашютинской.